Очень много сейчас ведут споры в городе, ломаются копья, политические партии устраивают флешмобы, митинги, в средствах массовой информации, и предприятия, которые дали эту услугу в концессию, объясняют свою точку зрения через средства массовой информации. На прошлой сессии этот вопрос выставлялся на обсуждение, и вроде бы уже должно было быть принято решение, но по просьбе владельца этих компаний, обсуждение этого решения было перенесено примерно в месяц, и так получается. И вот эту проблему мы решили обсудить, я для начала просил бы всех представиться, чтобы мы не все друг друга знаем в лицо, вот, я могу начать с себя, потом можно послевшить, значит, я Слава Перунов, издатель газеты ИСП и сайта ИСП.НД, буду вести сегодняшний эфир, сегодняшний футбол стол, регламент уже все прочитали, надеюсь, не буду еще раз о нем, о нем, о ценах. Мария Ванцова, измерщитель зала медитата, газета ИСП. Сергей Побович, председатель общества визуальной штекаре, ЭКС, муниципальный совет. Так, для солидности. Прочитаю. Дмитрий Руснак, учредитель компании, кто наказывает в Славе. Дмитрий Борбутов, администратор, Кабуэль, Дмитрий Борбутов. Министеревский Александр, муниципальный советник, зампредседателя партии социалистов, института. Гайк Бордаш, председатель административного совета, общество, учитель и право. Андрей Китрай, начальник Лявы, Белинского, Росковского, ой, ГП, кадастер. Савин Игорь, муниципальный советник, института, Кабуэль, Дмитрий Борбутов. Тринант Лешко, адвокат. Защищаю данную, я ставлю интересы на данную, на этой компании, Ланда Волтон. Директор Ланда Волтон. Ну, у нас сюда приглашена пресс. Александр Зинкеевич, ты был с интернет-целевидением. Затем, если что нет звука. А это у них нет звука. У нас нет звука. Спасибо. Да, и Миша, вы у компании, как представь. Мы хотели, чтобы наш круглый стол был как можно представительным. Поэтому были приглашены и бизнесмены, и представители власти, и представители муниципального совета и так далее. Мы приглашали, в принципе, госканцелярию. К сожалению, я это сделал достаточно поздно. У них расписан был сегодня день. Также не смог к нам подойти вице-примар Астариан Махов. Не смог подойти Виталий Балан, юрист-примарий муниципального совета. Мы приглашали также Виктора Калюжного, бывшего директора, спеца в таком хозяйстве. Тоже не смог подойти. Ну, еще несколько советников. Вот СДПМ почему-то не смогли подойти, Борис Маркович. Юрий Хмарный по КРМ. Ну, тем не менее, будем в таком составе сегодня работать. Я надеюсь, вы не будете против, если я, все-таки, первое слово предоставлю Дмитрию Русакову. Потому что, опять же, у вас, надеюсь, влепилось немного вопросов. И зачастую вы лично с ним не знакомы, с его аргументами. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы... Если он не против. Нет, я не против. Значит, мы, так вот, в связи с ним, что в первый раз с вами знакомятся, мы вам дадим Дмитрию, но вот опять, если вы хотите. Не хватит, и все. Ну, хорошо. Давайте на эту просьбу говорить погромче, чтобы нас действительно услышали. Во-первых, я хочу разъяснить некоторые термины. Речь идет не столько об увеличении тарифов, потому что увеличение тарифов на самом деле незначительное. Речь идет о нормах накопления. Когда мы брали услугу в концессию, были определенные нормы накопления, и мы работали согласно их. Что такое норма накопления? Норма накопления – это математический расчет, который рассчитывает, сколько человек выбрасывает мусора в год, и сколько определенных предприятий выбрасывает мусора в год. Эти расчеты были составлены по физическим лицам в 1964 году, и с тех пор они были неизменны. А какие они были? Фактически до сих пор сегодня работают нормы накопления, что одно физическое лицо в год выбрасывает один кубометр мусора, то есть один контейнер мусора в год человек выбрасывает. Нормы накопления для юридических лиц были составлены местными специалистами в составе премьерии муниципи ФБЛ очень давно, в 2001 году. И они работали по сегодняшний день. Работают по сегодняшний день. Что произошло фактически? Мы когда приступили к исполнению своих контрактов обязательств, мы заметили, что фактический вывоз мусора у физических лиц гораздо больше, чем он является по нормам накопления. И наоборот, фактический вывоз мусора у юридических лиц гораздо меньше, чем фактура, которую мы выставляем. Какая норма для юридических лиц? Разная для разных юридических лиц, в зависимости от рода деятельности. Для примера, мы сегодня выставляем фактуру юридическим лицам, которые в кубах значат 26 тысяч кубических метров. На весь город. На весь город. Для юридических лиц. На самом деле мы у них вывозим 3 тысячи кубических метров по факту. То есть практически в 10 раз юридические лица платят больше, чем они должны платить. Они платят фактически за воздух. Этот вопрос не раз поднимали муниципальные советы. Не раз поднимал и я его примерил. Это несправедливо и неправильно, потому что юридические лица сегодня фактически субсидируют физические лица. И наоборот, кстати, заметить, что у физических лиц, итогов, мы вывозим около 20 тысяч кубических метров. А согласно нормам накопления около 5 тысяч. То есть сегодня юридическое лицо субсидирует физическое лицо. Я задавался себе всегда вопросом. Нужно ли всем физическим лицам субсидирование? Да, есть действительно социально уязвимые слои населения, которым это нужно. Но есть физические лица, которые вполне способны оплатить именно за то количество мусора, которое они выбрасывают. Лично я всегда поддерживал идею, что каждый должен платить за то количество мусора, которое он выбрасывает. То есть если я социально активный, у меня предприятие развитое, зарабатывая, значит количество мусора есть, я должен за него платить, как в любых нормальных странах. А если оно у меня не активное, ну хорошо, у меня есть, грубо говоря, тысячу квадратных метров, из которых я реально использую 15, и то с горем пополам. Но я ему вынужден выставлять фактуры на тысячу квадратных метров. И это несправедливо. К чему мы пришли сейчас? Сейчас из-за этой несправедливости мы увязли в судах. Потому что я все равно должен заработать то количество денег, которое я планировал его заработать. Это бизнес. Мне без разницы, по сути, от кого их получать, от физических лиц или от юридических лиц. Мы сегодня выставляем фактуры. Из-за того, что юридические лица считают это несправедливым и не согласны платить за воздух, они просто-напросто эти фактуры не оплачивают. Сегодня по бухгалтерскому учету у меня есть прибыль, но фактических денег у меня нет, потому что юридические лица не хотят платить. И, честно говоря, как юридическое лицо я их понимаю. Поэтому, когда муниципальные советники пришли с инициативой платить по факту, я поддержал и взялся производить расчет. Некоторые из муниципальных советников участвовали в комиссии, где были жаркие споры, но цифру вещь упрямая. И вот мы пришли к тому, что пришли, и я пытаюсь уговорить муниципальных советников голосовать за то, чтобы каждый платил именно за то количество мусора, которое его выбрасывает. Вот и все вкратце. То есть не за фактическое, а за рифметическое. За фактическое. Но на прошлой сессии муниципального совета вы говорили, что не было на тот момент формулы или кособа, каким образом можно измерить фактическое количество мусора у юридического лица или у физического лица. А сейчас это найдено... Ну какая система? Смотрите, по физическим лицам. Система найдена, но она... Технология, может быть, это должно называться. Технология, да. Но она немножко диспропорциональна. Что это обозначает? Есть мусорные площадки, куда вывозят мусор и только то количество домов, которые вокруг этой площадки, но и люди из частного сектора. Поэтому рассчитать по мусорной площадке фактический выброс мусора каждого человека нереально. Мы пытались делать расчеты по подъездам, грубо говоря. Чтобы, например, вот мы вывозим этот контейнер, и этот контейнер поделить на количество жильцов. Разброс цен очень большой. От двух лейф человека в месяц до 250 лейф человека в месяц. Зависит очень многое от того, сколько жильцов проживает в подъезде, где находится контейнер. Если он в центральной зоне, то мы его вывозим, грубо говоря, три раза в неделю, а иногда и два раза в день. А если он находится где-то на периферии, то достаточно вывозить в два раза в неделю. Исходя из этого, разброс очень большой. Поэтому мы пошли немножко по другому пути. Мы знаем точно график вывоза мусора. Знаем, сколько контейнеров мы итогов вывозим в месяц. Взяли и поделили это количество контейнеров месячных на количество абонентов. И таким образом получился, пускай не совершенно точный факт, но более-менее относительный, который не исходит из непонятных для меня форм. А из опыта, который... Средняя ариапевтическая. Средняя ариапевтическая, да. В принципе, получается, как температура в больнице. Совершенно верно. Ну, то есть, более справедливо сейчас пока невозможно. Это невозможно разбить город на... У нас есть районы, в которых вокруг нет частного сектора. Например, район Бам, да, или... Да. А есть другие, где вокруг много, действительно. Но даже там, где нет частного сектора, очень многое зависит от того, сколько людей живет в подъезде. Девятиэтажка или пятитажка? Не, не, не. В квартирах, например, могут жить два человека, а может жить пять человек, а некоторые пустуются. А некоторые, например, имеют какие-то освобождения, то, что они за рубежом и так далее, и тому подобное, и третья десятая. Поэтому даже по подъездам, если брать, то есть подъезды, где там стоит два триллия будет стоить на человека выбор мусора, а есть подъезды, где сто пятьдесят, двести, двести пятьдесят. Вот и все. То есть, у вас люди сейчас вышли, получается, на цену, вот среднефигническую, сколько должно платить физическое лицо? Да. А с юридическими лицами? С юридическими лицами проще. Во-первых, у нас есть опыт практически год, и мы знаем каждое юридическое лицо, примерно реальное количество мусора, которое бывает... По-просто могу. Да. По-просто ты имеешь. У нас на машинах стоит оборудование, видеокамера, датчики. Каждый подъем, он подъезжает, GPS фиксируется, что он подъехал туда, видеокамера включается, контейнер переворачивается, скидывает в 1С и считается. Вот и все. Если у юридического лица будет претензия, что, например, ты у меня вывез не четыре, а три контейнера, нажимается на кнопку, достается данные, показывается видео, что, например, такого-то часа в это время вывезут, такого в это время, такого в это время. Вот это и есть факт. А что разные машины вывозят мусор от физических лиц и туристических? Нет, они идут по маршруту. А тогда как можно определить количество выведенного мусора и поделить его на количество жителей в городе? Так мы считаем контейнера, например, да. Нельзя обирать общего количества мусора, поделили на количество людей, получилось среднее физических лиц, а у юридических уже понятно, есть конкретное лицо и конкретный мусор. Идем мы за. Кто хочет высказаться дальше? Я могу предоставлять слово, могу... Скажите, пожалуйста, когда у вас появилось вот это новшество по поводу определения вывоза мусора у юридических лиц, то есть вес мусора, то есть расчет сразу... Вы имеете в виду норму накопления, которая вот так, как это сегодня... Вот как вы рассказываете вот на данный момент. Как сегодня происходит. Да, как сегодня происходит. Я это не определял, чтобы все понимали. Я это взял, я с этим не согласен, что там написано. 1963 год. Нет, вы не поняли мой вопрос. Не поняли. С какого периода у вас началась вот эта технология по поводу определения объема мусора вывоза на каждое юридическое территорию? На них еще не перечислили, мы предлагаем вот это, перейти на факт, чтобы каждое предприятие платило именно за то количество мусора, которое производят. Хорошо. Но учет ведется уже сейчас, да? То есть видеокамеры... Нет, это работает в тестовом режиме. Сегодня я понимаю, что если завтра мы голосуем, то послезавтра мы с легкостью переходим на это дело. То есть это уже протестировано? Цена мусора при этом меняется? С вывозом? Меняется тариф. Ну тариф меняется. Тогда по факту вы предлагаете. Совершенно верно. 95 лей для физических лиц и 135 лей для юридических лиц, хотя я тоже здесь не согласен. Мало или много? Я вам объясню, почему я не согласен. Я за то, что... Это кто предлагает? Цена мусора... Это идет обсуждение такое. Цена мусора должна быть и для физических лиц, и для юридических лиц одинаковая. Но муниципальные советники, в том числе и от оппозиции, и от правящей партии без коммунистического. Посчитали, что все равно какую-то часть нагрузки на юридическое лицо нужно переложить. Потому что если считать каждому по согласно нормам накопления, то тариф должен быть где-то около 105 лей и для физических лиц в том числе. И согласно фактическому объему человек платил бы где-то около 20 лей. То, что уже много. и 15 лей по сути много. Но это есть. Я хочу сказать для примера, например, 95 это за что? Один стоимость одного кубического метра в город. В месяц. Нет, это один сколько человек будет платить в месяц? Вот вопрос. Правильно. Это зависит на уровне накопления. Вы понимаете, сейчас мы платим 6. сейчас опять же найдут СМИ, которые написаны, что вы увеличили город, и все. Тариф неправда. Тариф вырос с 68 до 95 лей. Вот насколько поднялся тариф. Это где-то процентов 30. Но население это не почувствовало? Еще нет, еще не приняли это. Но предложение мы поддерживаем, которое пришло от муниципальных советников переходить по факту. Если перейдем по факту с этим тарифом, то физическое лицо будет платить 15 лей 75 баню. В месяц? В месяц. Вместо 6. Это при существующем нормах накопления. Вы же предлагаете еще и нормы накопления. Не предлагаю нормы накопления. Предлагаю по факту. Если по факту для физических финал 15 лет 75 баню будет платить человек. вот я как юридическое лицо я, извиняюсь, я как юридическое лицо я платил за мусор 400 лей. Сегодня они контракт со мной делали я, коррекируем, подписал 5400 лей в месяц. У меня же нет этого мусора. Я не собираюсь его платить и контракт не собираюсь с вами согласиться. Я полностью с вами согласен. На вашем месте я бы то же самое сделал. И получается 5 тысяч 15 раз больше. Послушайте, давайте я вам объясню почему было 400 лей а сейчас 5 тысяч. Были нормы накопления утвержденные муниципальным советом. Да, муниципальный совет утвердил в 2008 году задолго до того как мы приехали в Бельц нормы накопления. Когда у вас был контракт по 400 лей вы шли в спецавтохозяйство. Да. И они считали на глаз. Не, не на глаз. По факту. У меня... О, по факту. По факту. Контейнер в неделю. Совершенно верно. Согласен с вами. По факту. Я руководствовался решениями муниципального совета и не считал по факту. Считал по нормам накоплений. Хотя я с ними не был согласен. Согласно муниципальному решению вы должны платить 5700 чантелей. Да. Вместо вас я бы тоже не подписал контракт. Я его не собираюсь купить. И правильно говорить. Ну, а какой тогда получится у него контракт на следующий год? Могу сказать сколько контейнеров в месяц у вас вывозят? У нас выводится 8 контейнеров в месяц. Вот умножить их на 135 лей и вы получите... Один контейнер что имеет куб? Какой контейнер? Новый. Контейнер куб. Новый. Мы говорим... 8 контейнеров 800 лей. Тысяча лей? Тысяча лей. Тысяча лей будет стоить. То, что не предлагает разумно. А здесь нужно подвести качество. Тысяча лей. Ну, он же сказал... Я не хочу быть его адвокатом, но он сказал очень четко, потому что я сам был зол на них. Нас снова просят Алеканнер книстеровки. И желательно давайте... Мы первый раз представились, но все равно каждый раз, когда кто-то говорит, говорите, как вам будут, чтобы зрители было понятно. Я нестровский Александр представлюсь еще раз. Сделал небольшое отступление в прошлое. Вспомню наше дорогое спецавтохозяйство, которое довольно успешно работало и которое за 2011 год с нормальными накоплениями, с ценами в 10 раз ниже для юридических лиц, в 2,5 раза ниже для физических лиц, как сейчас собирается понять, имело прибыль в 700 тысяч лей. До миллиона. Да. После того, как спецавтохозяйство имело прибыль в 700 тысяч лей, услуга, которая и так была прибыльна, наш дорогой муниципальный свет решил передать частному предприятию, скажем так, частному лицу. После того, как частное лицо получило данную услугу, я так рассказываю историю чуть-чуть, потом перейду к конкретным фактам. После того, как частное лицо получило данную услугу, оно практически в течение несколько месяцев подняло в 10 раз цену для юридических лиц, имея уже прибыль. 700 тысяч имело с высокоходясь. И сейчас на 250 процентов собирается поднять цену для физических лиц. Собирал? Собирается сейчас, это рассматривается как раз. Таким образом, вроде все понятно, дальше объяснять особо не надо. Перед тем, как поднимать мусор, мы, как представители гражданского общества, так как муниципальные советники, должны все-таки посоветоваться с горожанами. На этой неделе, мы уже в течение четырех дней собираем подписи, спрашиваем, у меня у горожан, как вы смотрите на подражание услугу достойный раз, уже собрали за три дня более 500 подписей от горожан, которые категорически против. Один человек за это время пришел и сказал, да, надо поднимать, и то я до конца, честно говоря, его не понимаю. Вернемся к договору. Это очень просто, кто хочет поднимать цены? Никто. Поэтому вы скажете лучше, кто хотите, чтобы было бесплатно, соберете больше. Ну да, это я согласен с вами. Вернемся к договору о консессии, который мы подписали. Договор о консессии, который подписал муниципальный совет с организацией ТЭРО, не соответствует законодательству, это чисто наша точка зрения, или только моя, на юристов, он не соответствует закону компенсации, закону защиты прав потребителей и еще целому, целому ряду законов. Потому что в данном договоре, если надо, покажу, скажу по пунктам, так, чтобы легче было говорить, говорю любезно. Сказано, что на территории муниципи Беллс ни одно физическое, ни юридическое лицо не имеет права, ни в настоящем, ни в будущем, не имеет права на вывоз мустера, кроме как организация ТЭРО, ТЭРО СОБЛЕТАТЬ и ТЭРО КРИКИ в лице. Таким образом, если у нас появится организация какая-либо, вдруг, в средствах хозяйства в муниципальном предприятии, начнет снова захотеть собирать мусор и будет оказывать эту услугу 2,5-3 раза дешевле, она не сможет зайти на данный рынок, потому что это категорически запрещает договор-концессии. Поэтому, скорее всего, этот договор-концессии, насколько я знаю, уже спорим в суде, или присоединиться мы к кому-то, или будем в суд. Я прошу прощения, это все-таки чуть-чуть другая тема. Вот я перехожу конкретно, а принять не цель. Я хочу вас спросить, как советника, когда вы сейчас выслушали новое предложение, которое... Это не новое, я его выслушал, но он не с вами. Нет, нет, предложение, которое будет выдвинуто на эту сессию. Я его уже слышал, оно уже было. А, оно уже было? На прошлом совете мы с ним очень детально знакомы. То есть, как вы... Хотелось бы заявить... Как вы будете голосовать за это? Да, я понял, Слава. Хотелось бы заявить, что в данном договоре о концессии сказано, что в течение пяти лет организация ТЭРа не имеет права повышать цены на вывоз мусора. И также в течение 15 лет мы с вами, советник, не имеет права понижать эту цену. Есть там небольшая отсутка, что в случае, если там инфляция 5% или через 5 лет, там тоже вопрос только спорный. На господин Маку на последнем муниципальном совете отталкался от того, что инфляция большая, цены на все поднялись и предприятия не выгодно вывозить мусор. Хотелось бы так же и для слушателей, и для всех граждан и советников заметить, что инфляция в данном году в республике Мудова была 3,6%. То есть в любом случае по договору концессии, которую заключила организация ТЭРа с премарией, повышать цены на мусорную накопление категорически запрещено по этому договору. Так же, как на совете на прошлом мне отвечали, что если муниципальный совет согласен поднять цены и организация ТЭРа согласна поднять цены, то договор это обоюдный, обоюдный договор, все согласны, то никаких проблем в суде не будет. Муниципальные советики представляют граждан муниципе его. То есть любой гражданин, который не будет согласен с поднятием цен, сможет это решение испорить в суде, и суть поддержит гражданину, потому что это категорически несоответствует договору, который был подписан с нами около года назад. Вот если вкратце, потом до пола. У нас чуть-чуть получается... Я очень сильно хотел бы попросить всех уйти от политических заявлений, потому что говорить по факту и конкретно, я вне политики, не хочу категорически вне участия. Отвечу по пункту. По поводу прибыли в 700 тысяч лет. Я вам больше хочу сказать, у меня сейчас прибыль 2 миллиона. Речь идет о прибыли в бухгалтерском учете. Это одно, и кто бизнесмен это понимает. И о фактическом кэш-флоу это совершенно другое. Предприятие спецавтохозяйства имело прибыль в 700 тысяч лей, не имея денег на счету. Смысл, что у нее дебиторка была больше, чем 4,5 миллиона, но она была дебиторкой мертвой, которой она никогда в жизни не сможет забрать эти деньги. То есть накладные отписаны, деньги не получены. Накладные отписаны, НДС уплочен, налог на прибыль уплочен, деньги не получены и никогда не получат. Вот откуда эта прибыль. И ты заканчиваешь год красиво, с прибылью, но с полной долгов и вне возможности осуществить свою деятельность. И все мы помним, как закончилось спецавтохозяйство, что было 2 недели, когда она не вывозила мусор, только потому, что у нее не было денег. И никто больше в долг спецавтохозяйству давать не хотел. На сегодняшнем этапе у спецавтохозяйства есть дебиторка, насколько мне известно, в 4,5 миллиона лет, как была, так и осталась, хотя на нам работают 3 юриста. И вот закончится 3 года, срок давности, когда можно подать ИС, и на этой дебиторке можно будет поставить колец. Так что оперировать тем, что спецавтохозяйство работало в прибыли, это неправильно. Надо смотреть фактически кашпло этого спецавтохозяйства и как оно справлялось. не ругаясь. Не ругайся. Никогда не ругаясь. Все понятно, что они не понимают. А, мы все понимаем. Физический денежный поток, то есть денежный поток у спецавтохозяйства, у нее не было его. Прибыль была, денег физически, которые можно потрогать, потратить их не было. По поводу поднятия цены, когда мы пришли, подняли экономическим агентом в 10 раз. Это неправда. И не надо вводить людей в заблуждение. Мы работали согласно решению муниципального совета 2008 года. Можно поднять это муниципальное решение, посмотреть нормы накопления, которые были тогда утверждены, и посмотреть в наши контракты, что мы считали ровно в соответствии с этими нормами накопления. Есть две разные вещи, что почувствовало на себе фактически юридическое лицо. Действительно, оно на себе фактически почувствовало повышение цен. Почему? Потому что мы считали в полный рост. Я защищал свои деньги, я не муниципальное предприятие, у меня несколько кумовьев и родственников, в которые я шел, им, эй, хай, в два раза меньше. Два раза меньше. Вот у человека, реально человек сидит. Он пришел, я понимаю, он пришел и сказал, можно ли я по факту? Ты сказал, ну ладно, давай по факту. А я не хочу, мне нужно было зарабатывать деньги. Вы согласны договору, должны были брать тоже не по факту, не по факту, а согласно нормам накопления. Как вы можете взять деньги, если вы не выгласите этот мусор? Я согласен полностью. Если вы его не... Поверьте, я сам и полностью согласен. Невозможно платить за воздух. А зачем брать эти деньги? Каким образом? Послушайте, я... Это незаконно. Я поэтому и поддержал эти изменения, потому что неправильно выписывать фактуру за воздух. Скажите, а вот те, кто все-таки платили эти деньги, им ничего не вернется, как я понимаю, потому что закон обратной силы не имеют. Получается, за русским, по-русски они лоханулись, что они заплатили. Нет, никто не лоханулся, я могу еще сказать, по сути. И в любви за... Нет, на самом деле, те, кто хотел находить компромисс, он его находил, и мы делали скидки и 30, и 50 процентов. Вы же через кумовьёв? Не через кумовьёв. Просто человек приходил и говорит, у меня бар за углом. Я ходил в тот бар и видел, что там... Можно закончить? И видел, что там пьют кофе там 3 человека в месяц. А мы ему насчитали 4 тысячи лей. Во-первых, я давал себе отчет, что 4 тысячи лей для этого бара за углом это очень большие деньги. Во-вторых, я даю себе отчет, что мы у него никак не можем вывозить десятки кубов в месяц. И поэтому подходил к резонабельным вопросам. Для примера, я вам хочу сказать, мол, телеком... Субъективно. Это то, что неправильно. То, что неправильно. Для примера, я хочу сказать, мол, телеком, согласно нормам накопления, должен платить 500 тысяч лей в месяц. То, что значит 3 тысячи кубов. Вы вводили в 5 контейнеров. Ну, давайте смотреть трезво на вещи, да? Вот оно кто. По поводу контракта. Что он незаконный и так далее и тому подобное. Здесь вообще не хочу входить в дискуссии. Есть суд, если кто-то подал в суд, я считаю его абсолютно законным. Кстати, хочу уже сказать, что суд уже один был. Была компания, которая оспорила и тендер, и контракт, и все остальное. Есть решение Высшей судебной палаты, которое говорит о том, что тендер абсолютно законен и контракт абсолютно легален. Во всем остальном, знаете, как говорится, два юриста примнения. Всем желаю удачи. Подавайте в суд, протестовывайте. Будем там общаться в детали. В этом можно... Хотелось бы у меня большой риторический вопрос задать. Компания Терра имеет прибыль 2 миллиона лет. Общается, говорят, что на бумаге. Наша ли эта проблема как граждан, что они не могут эти деньги собрать? Да. Есть компания, которая выписала услугу, она имеет прибыль. Я объясняю. Она имеет прибыль. Собрать деньги должна же она. Это не мы должны будем. Это важно. Знаете, как я их буду собирать? Я вам объясню. Я вот на того мужчину подам в суд, арестую счета и буду взимать, потому что мне нужно платить зарплату. А это неправильно, и я по-человечески это понимаю, что это неправильно и несправедливо. Я начну забирать и арестовывать счета у тех компаний, кому я понимаю, что выставил счет, но он не должен столько платить, у него нет столько мусора. Если вы так, как муниципальный советник, как представитель народа, ставите вопрос, что это не ваши проблемы, я как бизнесмен их тоже так поставлю. Не вопрос, не ваш, но и не мои. Идем согласно закону и вперед за Родину. То, что я хочу сделать, сделать справедливым все. Так если нет договора...